Вашингтон Пицца для президента И невероятная возможность для 22-летней практикантки лично встретиться с президентом Наедине Майкл Изиков, репортер Ньюс Витт Что касается Клинтона и его связи с Левинским И последующего расследования, можно сказать, что подозревали виновного человека Либидо Билла Клинтона доставляло ему немалых хлопот Его воцарение в Белом доме сопровождалось слухами о романе с Полой Джоунс Пола Джоунс, бывшая любовница Билли Клинтона Он сел на диван рядом со мной, расстегнул брюки и попросил меня сделать это То есть удовлетворить его ранее Пола Джоунс подает на Билла Клинтона в суд В связи с сексуальным домогательством Столь вопиющего факта еще не знала история Америки 17 января 1998 года Билл Клинтон в суде На этот раз президента спрашивают о некой Монике Левинске Консультанты в шоке Лэнни Дэвис, консультант Клинтона Репортер спросил меня, что я знаю об отношениях президента и Монике Левинске И именно тогда я впервые услышал это имя Сначала это интересовало только репортеров Потом это привлекло внимание всей страны Это были уже не просто новости, а настоящий скандал Возможно, Клинтон заставил Монику Левинске молчать Платой за молчание было хорошее место в Белом доме То есть он занимался этим еще с кем-то, кроме меня Там же, в Белом доме Это лишний раз доказывает, что я была права И он по-прежнему занимается такими вещами Внезапно самый могущественный человек на свете становится преступником Эйса Хитчинсон, республиканец Я не думал, что он выкарабкается Очень немногие рассчитывали, что у него есть такой шанс После столь масштабного скандала Он отрицал свою вину не только публично, но и перед своей женой Я никогда не вступал в сексуальную связь с этой женщиной Мисс Левинске Я знала, что у нее была связь То есть в этом не было никаких сомнений Я знала, что он это делал Скандал был кое-кому на руку Специально назначенный прокурор Занялся политическим и финансовым прошлым Принтоном Кеннет Стар, прокурор штата Получил право изучить личную жизнь президента Такого еще никогда не было Это носило совершенно беспрецедентный Пугающий характер Она была главным свидетелем Линда Трипп, давняя подруга Моники, с которой она делилась своими переживаниями Трипп ненавидела Клинтона И она записывала все его разговоры с Моникой Потом она отдала все эти записи прокурору Кеннету Стару Именно ее свидетельство Ее решение записывать все телефонные разговоры с Моникой Позволило Кеннету Стару Начать расследование Направленное против президента Хиллари Клинтон отстаивала честь своего мужа Это часть заговора консерваторов Существующего с первого же дня, когда мой муж стал президентом Она просто закрывала глаза на то, что было совершенно очевидно Все новые и новые детали становятся достоянием гласности Подарки президента и его любовницы Оральное приключение в овальном кабинете Левинский становится знаменитостью Теперь от нее зависит судьба президента Соединенных Штатов За ней охотятся, но она сохраняет спокойствие Самая важная улика Синее платье в шкафу Левински ФБР находит на нем следы спермы президента Только после истории с синим платьем У меня появились сомнения 17 августа, узнав о заключении экспертов Я понял, что он солгал Теперь у президента нет выхода Он признается в связи с Моникой Левински Снова публично Я действительно вступал в связь с Моникой Левински Это было недопустимо Я считала, что для него все кончено Что теперь все американцы возненавидят его Ведь стало ясно, что он лгал не только мне Но и всему американскому народу Кеннет Стар представил свой отчет в Палате представителей Началась новая процедура, направленная против президента Весь мир заговорил о политической порнографии Она попала и в интернет Джеймс Сэнсон Брэнер Белый дом и его сторонники Пытались убедить мир, что все сводится к сексу Но если бы это было так Не проводилось бы никакое судебное разбирательство Суть случившегося была в нарушении уголовного права Америки Лгал ли президент? От ответа на этот вопрос зависело его будущее Кеннет Стар был убежден в том, что президент может быть наказан Палата представителей проголосовала за процедуру отстранения от должности Мы спрашивали себя, нужно ли это делать Ничего подобного не случалось за последние 130 лет в истории нашей страны Мы должны были проголосовать за импичмент От Сената зависело политическое будущее Билла Клинтона Ситуация была непростой Чтобы отстранить президента требовались две трети голосов Мы знали, что большинство американцев не понимали Каким образом частное дело может стать нарушением уголовного права Мы надеялись, что президенту простят даже ложь Момент истины Невиновен Сенат считает, что Уильям Джефферсон Клинтон Президент Соединенных Штатов Невиновен по второму пункту импичмента До его прихода в Белый дом его звали Пронеро Билли Потому что он умел избавляться от всех неприятностей И это произошло снова Не знаю, как ему это удается А что же произошло с практиканткой? Ее связь с самым могущественным человеком на свете Имела для нее вполне благополучный исход Обернулась хорошим бизнесом Крис Кеннон, республиканец Я постоянно видел широкую улыбку на ее лице У меня была связь с президентом Соединенных Штатов Возможно, не обошлось без каких-то переживаний Но не думаю, что это было для нее каким-то ударом Через два месяца после того, как вынес решение Сенат Была опубликована книга Моники Которая потом разошлась по всему свету История практикантки и президента Можно понять Монику Левински Молодую женщину, вступившую в близкие отношения с человеком столь могущественным Ей льстила одна эта мысль Но президент, пойдя на это, поступил невероятно глупо За 25 лет до этого Никсона погубил Уотергейтский скандал Но любовную связь Билла Клинтона расценили всего лишь как ошибку Субтитры создавал DimaTorzok